Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня пятница, встала и поняла, что не помню какое число, то ли 16, то ли 17, но не важно, пятница сегодня. Нас душит жара, не успеваю даже видеообзоры сделать. Если пробежаться по огороду быстро-быстро-быстро, то начали спеть томаты не только те, которые... Ой, сейчас зайду сюда. Не только те, которые после консервации, но и обычные, которые я обрезала, подрезала, уже очень много спелого. Один зритель, когда попросил меня, что вы показываете только вот это томатное поле, пройдитесь по другим участкам. Сейчас я покажу несколько других участков. Ходить, конечно, по всему огороду времени у меня не очень много, и так ничего не успеваю. Сейчас понемногу начали открывать мы те кисти, которые уже полностью сформировались. Смотрите, какой многодетный сержант Пеппер. Я думала, что он на улице у нас не будет, ну, нехорошо себя покажет. Нет, прекрасно, он навязал много томатов. Также вот эти вот гармогель, очень много тоже томатиков. Ну, там стоят наши, еще даже мы не обрезали, не успеваем даже нижние листья у всех обрезать. Ой, пройдем на другое место сейчас. Только после того, как убрали вот эти нижние листики, стало видно, что завязей много на всех рядах. Вот идет ряд. Ну, тут почти все новинки. Я даже не знаю, что это за томаты. Пока они поспеют, я не интересуюсь. Вот, ну, видите, тут разная форма, разные, вообще, все томаты разные по своему строению. Я вот вам плоды показываю, какие, ой, есть и сердцевидные, и такие приплюснутые всякие. Вот, когда поспеют, будем разбираться. Вот эта грядка тоже немножко остригли, стало видно. Здесь я точно знаю, что здесь у меня зеленые, синие, черные и полосатые. Уже по маленьким, еще по несозревшим завязям видно, какие есть какие. Чтобы не перепутать, я их чередовала. Полосатые, потом черные, синие, зеленые. Вот здесь тоже изумрудное яблоко зеленое. Потом идет черный, потом идет полосатый. Всякий, короче, синий. Вот это у меня экзоты. Черно-синий-зеленая гряда. Тоже завязи хорошо сформировались. И на многих плодах уже поспели. Вот, смотрю, Поли Робсон поспел. Изумрудное яблоко уже доходит до зрелости. Ну и тут же я вчера показывала, вчера или позавчера, уж не помню. Тут же по краям у меня скороспелки. Скороспелки тоже. О, подождите, встану, я уже уселась. Скороспелки тоже. Очень-очень тут обобраны они. Я на раз обобрала, но все равно плодов очень много. Перерабатываю. Поэтому времени сейчас вообще нет. Ну, а Ляна-то нанизалась, что вообще даже просвета не видно на ней. Обобранный был янтарный. Я уже в видеообзор делала дегустацию. Прекрасный сорт, медовый. Снова наспел. Вот в понедельник будем снова оббирать. Видите, аж прозрачные делаются плодики. Тут же, по-моему, тут буян. Очень хорошо созрел москвич. И хорошо, и много. Вот москвича вот этих переспевших нужно уже отбирать. Видите, они у нас как ломятся, падают все плоды. Ой, не плоды, кусты. От обилия плодов. Но это тут скороспелки. Тут же рядом примастились какие-то иностранцы. Но еще не спеют. То ли из-за жары, то ли из-за чего. Даже начали спеть дебарау раньше своего срока. Они обычно позже. Вот смотрите, они переросли уже свои колья намного. И они здесь стоят в грядке, которая в тени. Я вот показывала, что здесь всегда тень. Вот от соседских подстроек, от всего. И они должны были спеть в последнюю очередь. У меня все просят. Покажите штрауха. Но штрауха у меня нынче в теплицах нет. Есть только в открытом грунте. И он у меня будет поздним. Видите, вот только завязи. Он как раз в той же самой грядке, в тени. Вот видите, я стою еще, тут даже солнца нет. Тут до обеда тень. Потом только, когда солнце переместится в другую сторону. Вот эти вот вишни мешают. Всякие строения соседские, старые. Дореволюционных еще построек. Все они дают нам тень. Но ничего, мы попозже поспеем. После удаления нижних листьев вся красота вот эта иностранщина открылась во всей красе. Я говорю, что вот здесь полосатые всякие. И вот так смотришь по ряду. То полосатенький, то черненький, то синенький. Всякие-всякие разные. А здесь еще с этой стороны. Вот они. Носастенькие. Ой! Вот это... Сейчас, подождите, я подаю с этой стороны. Вот это такие обильные кисти. Видите, это у меня золотая канарейка такая получилась. Первый раз выращиваю. Очень похоже на золотой лимон. Не знаю, чем они отличаются. Будем потом сравнивать. Помните, я вам показывала золотой лимон? Такие же кисти. И что странно, завязалась вся. Вы видите, какие многодетные. Ну, канареечка. Очень много в кисти. И она еще дальше, дальше, выше, выше идет. Там маленькие. Ой, сейчас поднимемся. Все тут нормально, Надя, не ходи. Вот они. Маленькие канареечки наверху завязываются. Надя сегодня. Мэри пошла со мной по огороду. Надя как напала на нее. И сцарапала, обидела. Та заплакала, убежала, забилась. До сих пор не могу ее успокоить. Надя оказалась очень агрессивная. Сегодня покажу вам, как себя чувствуют томаты в чудо-тепличке. Там тоже томаты начали зреть. Отдельное будет видео. И хочу отдельное видео показать. Вот про этих питомцев моих. Которые, помните, я снимала на ступенях. Хилые и дохлые, или как я там назвала. Что, короче, их нужно подкормить. Сейчас они вымахали уже такие, что их не узнаешь. Но вот хочу снять специальное видео про них. Потому что многие просили, покажите потом, какие они будут. Вот такие они у меня. Мэри еле-еле успокоила. Вот задобрила ее огурцом. Обидела тебя, Надюша. Надюша какая. Что-то она не хочет тебя никак. Мэри, только не балуйся. Хорошо? Сядь лучше посиди. Или полежи. Ой, она сразу. Чтобы пузо ей гладили. Ты мне, женка, маленькая. Перцы в теплице, вот в Уральской у меня растут. Они уже поспели. Просто я их не рву. Хочу на семена оставить. Баклажаны в это время. Тоже баклажанов очень много. И много завязей. Они вот у меня заваливаются. Надо подвязывать. Вот они, монгольские карлики. Я на бордюрчиках их высаживала. Это не для раннего урожая, а просто я вам говорила, что их и показывала. Начали спеть. Вот в таком сильно разросшемся виде у меня нынче петруша, огородник, сибирская тройка. Нужно какие-то там уже нижние листья удалять. Что-то немножко его как подстригать. Не знаю даже с какой стороны подступиться. Нынче разросся он сильно-сильно. Но радует, что плоды тоже большие. Плодов много. Так что вот когда вот такое растение здоровое, много листвы, жирное, это не обязательно оно жирует. Бывает, что это характеристика сорта такого вот. Петруша он сам по себе. Кудрявые листья, мясистые и все. Но одновременно с этим у него много завязывается плодов. И плоды уже большие, но еще не спеют. Если золотая канарейка, я показывала она на улице, еще не поспела, то золотой лимон у меня в теплице поспел. Ой, очаровательный. Все, вот это средина июля, заготовки, оглушительные урожаи, с которыми мы не можем справиться. И вот такие прекрасные новые сорта. Ай! Вот так Мэри приходится убирать. Уносить из огорода, она не хочет. КОНЕЦ